доброго времени суток поздравляем с церковным праздником святые памяти которых в этот день празднует святая православная церковь молите бога о нас мы продолжаем самоизолироваться на даче сейчас очень многие люди говорят за что бог нас так наказал оставив нас без пасхального богослужения мирян а духовенство без прибыли ну тут возникает сразу конечно первая мысль что наказал бог за грехи наши естественно как еще а чем же мы прогневили бога столь сильно чтобы надо было такая эпидемия много здесь можно найти ответов я уже рассуждая ранее об этом высказывал свое мнение о том что сейчас как никогда за прошедшие вот недавно по крайней мере годы среди воцерковленных верующих распространилась с одной стороны тепло хладность и пренебрежение даже азами христианской жизни а с другой стороны распространились многие ереси и лжеучения батюшка начинает лить святую воду говорить абсолютно правильные умные и корректные мысли но в общем-то ни о чем конкретном а мы как популяризаторы науки и люди считающие что бог дал людям разум для того чтобы они этим разумом познавали бога и созданный богом мир мы с батюшкой не согласимся мы считаем что наказание божие дается не только за что-то но и для чего-то с христианской точки зрения грех это не попадание в цель ленка кончай грешить ленка ты заядлая грешница и вообще церковь должна помогать бороться с грехом вот это и согрешил но опять круто праведник все таки потому что аскетикой занимался аскетика это значит тренировка в этом главная задача церкви попал есть грех исцелен но есть еще кое-что что на мой взгляд и перевесила вот чашу весов гнева божия что и определила почему именно сейчас на страстную седмицу и пасху были закрыты храмы а именно наше поведение вот в эти предшествующие недели никогда настолько сильно православное сообщество не было захвачено и даже одержимо грехом осуждения как сейчас куда ни посмотри кого не почитай осуждение сочится едва ли не из каждой строчки батюшка говорит про осуждение а это может быть не осуждение справедливая критика до обычно когда очень много осуждают то есть большая вероятность что тот кого осуждают что-то делает неправильно бывает и так на самом деле совершенно не так смотрит господь на этот грех я позволю себе привести цитату из преподобного ава дорофея вот что он говорит знаете ли какой тяжкий грех осуждать ближнего или что тяжелее сего батюшки очень любят цитировать святых отцов но только всякие святоотеческие получения это вообще-то про монастырскую жизнь а монастырь это крупно феодальное хозяйство а в крупном феодальном хозяйстве самое главное дисциплина и подчинение хозяину а мы батюшки процитируем библию в ответ на цитаты святых отцов вы соль земли если соль потеряет силу то чем сделаешь ее соленую она уже ни к чему не годна как выбросить ее вон на попрание людям евангелие от мотфея 5 глава 13 стих задача церкви это борьба с грехом в человеческой жизни и если церковь с этой задачей не справляется то церковь будет наказана под уничтожение полного говоря про церковь имеется ввиду не вся христианская церковь в целом а именно поместная церковь как общественная религиозная организация в данном случае если учесть массу критики в адрес рпц и последующее божье наказание для рпц можно сделать простой вывод что рпц со своей задачей плохо справляется в библейской книге откровения святого апостола иоанна богослова такая характеристика как раз дается одной из самых крупнейших церквей того времени лаодикийской ты не холоден и не горяч и сторгну тебя из уст моих и еще ты говоришь я богат разбогател и ни в чем не имею нужды а не знаешь что ты несчастен и жалок и нищ и наг и слеп действительно бог наказал лаодикийскую церковь от нее сейчас осталась маленькая туэцкая провинция с с руинами от храма в той прекрасной церкви да и кстати такое может произойти и с рпц ой жалко как ну значит вот такое божье наказание было если церковь не справляется со своей задачей то она не нужна как в русской православной церкви обстоят дела с проповедью христианства ну большинство православных серьезно не изучали библию даже не знает по именам двенадцать апостолов зато пересказывают из уст в уста благочестивые сказки из монастырских потяков а как насчет богослужений ну как нудавка в душных и тесных храмах грязные и унизительные обряды целования религиозной атрибутики а как насчет практической религиозной жизни посещение храмов отнимает весь досуг советы священников по укреплению семейной жизни и воспитанию детей часто дают обратный эффект постный устав не соответствует быту и существующим продуктам питания праздники церковные не соответствует праздникам общественным а как насчет заповеди божьих ну казалось бы простейшие заповеди не убивай и не кради повод для сотрудничества рпц и мвд для борьбы с криминалом не убивай кстати подошло бы и под соблюдение техники безопасности и правил дорожного движения но вместо этого не убивай в исполнении рпц выражается в борьбе против абортов причем крайне безответственный в которой главное чтобы не было аборта а то что ребенок окажется в таких социальных условиях что ему путь в криминал и он будет убивать и воровать но борцов с абортами это не волнует а не укради заменилась на не сообщая кражи и очень еще любят православные рассказ про монаха отшельника серафима саровского который просил не наказывать напавших на него разбойников такой подход вообще-то поощряет преступность но лично нам христианам знающим православное богословие интересующимся темой науки в рпц не нравится обилие уже но вот зачем вещать про неподтвержденные в соответствии с современной медициной исцеление от икон и мощей но вот зачем выдавать за истину давно опровергнутые исторические фейки про благодатные огонь и туинскую плащаницу но зачем агрессивно навязывать креационизм когда наука склоняется все-таки к подтверждению фактами эволюционизма ну и наконец зачем священники публично вещают о том в чем не разбираются и выдают это все за православную жизнь ну вот про грехи рпц мы не сказали ничего нового только общеизвестные вещи однако этого достаточно чтобы понять как сильно рпц не исполняет уставную деятельность ее деятельность это уже не консерватизм а моральное устаревание причем где-то на уровне средневековья заметьте мы ни слова не сказали про сенсационные грехи то есть когда кто-то из священников слишком активно проявляют себя в злоупотреблении религий или блудных грехах ну более того грехи по местной церкви это не деяние отдельных ее иерархов а неправильность функционирования системы а что касается массового греха осуждения то он вполне объясним множеством накопившихся и нерешаемых проблем и что и теперь конец света ожидать да никакого конца света не будет вот не стала лаудикийской церкви и никакого конца света не наступила также и если не станет русской православной церкви тоже никакого конца света не будет потому что рпц это всего-навсего одна из поместных церквей они все христианство вот например на украине немножко русскую православную церковь подвинули и некоторые прихожане особо это даже не заметили потому что в тех же храмах также совершается богослужение но только других епископов поминают а люди в храм идут на свечку поставить ну да им на свечку поставить и поэтому им без разницы рпц или какая-то другая конфессия только другая конфессия может быть поставить стульчики и будет людям приятно можно будет посидеть а может еще сделает туалет гардероб и людям будет дико приятно и они про рпц не вспомнят на этом мы прощаемся с вами подписывайтесь на наш youtube канал платочек с вами были семи виды любители колен платков елена магадан подписывайтесь на наш youtube канал платочек ставьте лайки пишите комментарии если поставили дизлайк напишите за что дизлайк будем работать над ошибками спасибо за внимание до свидания